Всем привет, вы на канале СКНН, и мы продолжаем прохождение Атомикюрт. Атомное сердце. Походу, в скором времени нас ожидает встреча с боссом. Потому что мы в прошлый раз увидели здесь какого-то огромного робота. И нам нужно идти туда. Чё такое? Меня кто-то заметил? Ладно. А то музыка такая экшеновая сразу началась, я думал кто-то заметил. Походу, всё-таки заметили, да? Ах ты ж, падла! Где он там? Чё, не можешь, да? Блин, я не хочу к нему. Кстати, у нас ещё был выбор. Мы могли помочь одному чувачку. Мы либо убиваем его, либо вытаскиваем отсюда. Но как вытащить, я не знаю. И вот такая дилемма. Либо мы его сейчас убьём, либо оставим на будущее. А, то есть поднимать вот эту штуку не надо. Ага. Ну, просто она действительно выглядит такой, которую нельзя поднять, с которым нельзя взаимодействовать, хоть в будущем, хоть сейчас. Поэтому поднять, наверное, никак не получится. Но может быть, мы найдём ту врачиху и скажем, что здесь лежит больной, которому нужна помощь. Но с другой стороны, его роботизированный голос меня немного напрягает, потому что, ну, видно, что это не человек. Голос какой-то странный у него. Или это говорит вот эта мысль, типа, человек давно сдох, а мысль его до сих пор функционирует. Смотрите, здесь второй выбор, может, можно как-то поднять это, поэтому я думал о том, чтобы поднимать. Ладно. Блин. Но если мы его убьём всё-таки, это будет самый простой путь. Давайте оставим, может быть, нам получится как-то его спасти. Но вдруг. Надежду терять нельзя. А теперь погнали. Чё, ждёшь меня, да? Вот он я. Ой, промазал. Так, аккуратно. Давай. Кто кого? Чисто один на один. Тьфу ты. Лошара. Так, кто здесь ещё? Ну-ка, давай по стелсу. Блин, какой там стелс? Ёлки-палки. Ай, я упал. Помогите. Да хорош. Выходи отсюда. Погнали за мной. Блин, вас двое. Два на одного уже нечестно. Давай, я буду встречать вас на лестнице. О, двоим сразу. Крутяк. Ай. Всё нормально. Неплохо мы их встретили. Кстати, у меня же есть бесконечный пистолет, у которого энергия на максимуме. А, можно послушать его. Вот видите, у него тоже голос роботизированный. Скорее всего, там тоже лежит труп, а разговаривает со мной вот эта мысль его. Что значит потух? Ну и сяк, закончился. Не знаю, как сказать, я думаю, это из-за вакцинации такое. Ну, кто, покойники, болтать. Достаточно активность много. Иначе как объяснить? А кто-то ещё был? Погляните, тот лоб погибший. Не все разговаривают, но... Ну, он Виктор Степанович, пациент. Сутки как упокоился. Товарищ, он полумбеков, утром замолчал. Жалко, молодой. Все потухли. Я вот пока держусь. И вас это не удивляет? Ну, как это не удивляет? Удивляет. Но это очень занятно. Вы вот, кстати, если выживете, не забудьте об этом сообщить. Хоть что-то полезное из этого ужаса наука-то должна вынести, а? Ну да. Чтобы и не вынести. Правдами и неправдами, верно? Ну уж, не любой циваль, если вы намекаете на мою излишнюю повлечённость. Ну, если уж возможность представиться. Ага. Счастливо. Ага, окей. Опа. Ну-ка. Блин. Так хотел. Ты враждебный? Или ты дурачок? Ну-ка, если ударить его. Давай на максимум прям. Ой-ой-ой, я рассердил его. Аккуратненько, аккуратно. Мы его рассердили. Походу он жирнее, чем те. Уйдет, плюется чем-то. Короче, пора пистолет доставать. Зачем я его трогал, а? Он же меня не трогал никак. Да хорош, помри ты уже. Весь боезапас на тебя сейчас уйдёт. Ну, может быть, бонут дарут за него хороший? Ты чё такой жеучий-то? Я не пойму. Тя где-то откормили. Так, надо похилиться срочно. Слушайте, прям какой-то мини-босс. Отлично, наконец-то. Чё далее? Не знаю, хороший лут или нет, но ладно. Чё там летает? Ага, за мной уже выехали. Ну, держитесь. Думал, не попаду. А вот фиг тебе. Давайте осмотримся вокруг. Может быть, чё-то есть здесь? Прикольное. Я могу сюда заплыть? Нет, не могу. По-любому, где-то снизу должны быть какие-то коробочки. С лутом. Лутаться мы любим, так что... О, нашёл. А, он заполз туда. Нифига себе, это улей, короче. Внимание. Открыта запись. Очередная нерабочная выходка. Только для сотрудников призыва. Тотально навесенна и души. Так, смотрите. Сейчас мы аккуратненько попробуем застелсить одного волчика. Ну, ёлки-палки, ну зачем ты повернулся? Тебя просили? Говнюк, блин. Я обошёл весь периметр. По-моему, ресурсов здесь нет. Опа. Ещё один. Блин, ну я не могу пройти мимо. Хочется золотать. Ресурсы лишними не будут, как говорится. Поэтому... Сейчас мы чуть-чуть накопим себе энергию, осмотримся дальше. И потом заберём. Не понял. Так мы же убили здесь только что. Это новый или он возродился? Я не пойму. Здрасте. Странно. Короче, давайте я их прибью. Но если вдруг ничего интересного не будет, то просто как бы скипнем этот момент. Жёстко. Э! А где ресурсы? Короче, смотрите. Видимо, что-то забаговалось. Это тот же самый робот, которого мы убили. Он, видимо, возродился, потому что мне ресурсов не дали во второй раз. Я, наоборот, в минус ушёл. Потратил пару аптечек. И мы даже не сохранились, поэтому я рестартить не хочу. Ладно, фиг с ними. Погнали дальше. Мы можем кровь наверх пойти. Давайте. О! Элеонора. Здравствуйте. Не ожидал вас здесь увидеть. Ты что за мной ввязался, а? А ну стоять. Так, давай засейвимся. Элеонора, я к вам потом зайду. Накоплю побольше ресурсов. Потом мы с вами обязательно увидимся. И поболтаем о наших ролевых играх. Так, поплыли. Отсюда выплываем. Так, ну что? Куда нам нужно идти? Там какая-то кнопка, да? Ах ты ж, говнюк, обманул меня. Это не Вова, это Марио. Ничего себе. Вот это откровение. Грибов в проращивании. Нам тут опять прислали робота, говорят барахли. Мы вскрыли корпус, а он внутри, сплошной гриб. Мицели все полости забил. Ну и что такое? Что там такого в полимерной среде роботов-грибам нравится? Такими темпами скоро вместо роболаборантов у вас будут гриболаборанты. Гриба. Вы же умные, вот и придумайте что-нибудь. О, откуда ты взялся? Ты чё? Блин, промазал. Слышь, Марио. Отстань, Марио. У меня нет твоей принцессы. Он, видимо, там сидел где-то, да? Так, здесь пусто. Мы, видимо, должны оттуда принести сюда. И потом откроется вот эта же конструкция, и там выйдет нужная нам колба. И там выйдет. Так, за этого ресурсы мы получили Но потому что убили в первый раз А там, видимо, он все-таки возродился Смотрите, опять он там стоит Не, на второй раз убивать его уже не прикольно Если бы давали ресурсы Я бы еще подумал Можно было бы пофармиться Хотя это было бы читерно Но заняло бы много времени Такая колба подойдет А, я понял Мы должны наполнить колбу вон там А потом отнести ее в этот, как его Куда нам нужно-то отнести ее Блин Короче, наполнить надо Ну что, мы на месте Ох, чувствую сейчас что-то будет Потому что когда мы взяли пустую колбу Была сохранка Тридцать пять дней? Тридцать пять дней? Тридцать пять? Тридцать пять? Я тогда позже Где пульт управления Его нет Отлично Просто безупречно И что нам делать? Элеонора, ты знаешь, да? О, мы поехали куда-то Что нужно делать? Своим шокером? Надо быть осторожным Падать придется далеко Можно ушибиться Ушибиться? А вы оптимист? Работа такая Блин А я потратил Погодите секунду О, сокращаем Сработало Как красиво бассейн засветился Кстати, да Круто Что это значит? Ой-ой-ой А что так много-то? Черти Ну пока вроде им Насрать на меня Давай Ой-ой-ой Что это такое? Кто где? Вот это, да? Да хорош Где они? Сзади Почему Эта фуникулерная хрень Не может двигаться быстрее Никто не предполагал Патронов мало Это было витарист Рывок Время прыжка Да ночь вам не нужен Подожди Так, где бассейн? Еще один Мне туда надо? Подожди Ой-ой-ой-ой Вы че? Давай Зажали черти Филимся быстренько Мне кажется Доробач надо доставать Да вообще Так Нам нужно два синих Да Отлично Здесь закрыто Так Нам теперь обратно нужно Да Подожди-ка А мы сможем отсюда их убить? Можем Давай попробуем Так Так Хэдшот А где этот? Куда он улетел? С лазером по-моему Куда он улетел? Ладно Нафиг с ним Нам нужно еще две штуки активировать Ну что Давайте Кто на меня Что-то в воздухе повисли Спасибо за просмотр! Кто на меня Кто на меня А где это такое? Ну что Он улетел? Да Надо Улетел Он улетел Он улетел так давай один день да ой блин а чё так много вас осталось остаться без патронов для большего комфорта хорош икс быстрее хилимся берем нормальные патроны да отстань ты попади ты елки-палки никак попасть не могу где где еще жесть все патроны потратили с пистолета да блин чего вас так много кругом приятная глазу иллюминации и милые сердцу пчелки отстаньте я вам не бьет вот этот самый страшный все патрон не осталось тупо да хорош на колбу можно забирать на 1 сохранится обязательно красиво конечно это было жестко мы без патронов остались практически сколько там на дрововик осталось сейчас посмотрим 7 патрон всего ну как так надо пить их всех так я наверно сейчас чуть-чуть скипну потому что хочу пройтись опять вокруг и собрать все что выпало это будет не особо интересно смотреть поэтому я думаю скип ним и я немножко полутался пора забирать колбу у ее ей о еще что то есть рыбы дофигища интересно откуда у нас здесь наконец-то неужели начали наши мучения закончились сказать по делу разве я в чем-то виноват перед вами почему вы срываете на мне зло извини твоей вины нет я на себе злюсь из-за чего не вы убили петрова его убило его же оружие агрессивно настроенный робот неважно я должен был взять его живым и не взял более того сеченов мне жизнь спас он мне вместо отца сколько себя помню а я его подвел но как раз за это можно было бы не переживать это обычная ситуация в смысле прямом академик сеченов вечно всем недоволен ему не угодишь как ни старайся его перфекционизм общеизвестен окружающие его разочаровывает да ну это полная херня полимерные перчатки не умеют обманывать не так да так мы здесь были до пропустили вот это решение проблемы с курильщиками ну-ка после войны проблема с курением населения встала особенно остров подлил и товарищ сталин который своей трубкой блин мы пропустили засияло деревце ладно фиг с ним случает глаза обойдемся без курильщиков подготовительная фаза генерации электроэнергии так нам нужно еще 3d а еще одна памятка для сотрудников уважаемые сотрудники прослушайте этот чебетарь и оставьте на месте это должен запомнить каждый ни при каких обстоятельствах нельзя забирать домой образцы растений даже без обидных цветы из лаборатории могут обладать заложен раз я в термоцехе часом не кремирует знать нет внутри лабораторных стендов термоцеха происходят технологические процессы требующие повышенных температур но в помещениях самого цеха температура вполне комфортно генетическими свойствами которые сильно испортят комфорт вашей жизни все что выращено в лаборатории должно оставаться в лаборатории так что это такое электрическая кассета модернизация арсенала давать чем прокачаем я думаю ресурсов у нас достаточно что мы можем сделать я бы прокачал электропушку улучшение так что здесь у нас уменьшает трату энергии качаем а не хватает блин по одной штучке буквально урон урон то мы можем прокачать балдеж дальше уже не хватает поражающая головка добавляет специальную атаку увеличивает заряженный урон а мы можем заряжать но блин не хватает опять-таки ну ладно так давай наверное сделаем парочку аптечек допустим вот этих вот средних это который в здоровенной стеклянной колбе и что с ней она как я ждет своего героя который растопит скалавшую стужу все достаточно хват так доступный нейрополимер 136 штук персонаж мы можем прокачать себе скользкий тип во время применения способности рывок вы застрахованы от любого урона а это у меня прокачано уже аватар способность к сопротивлению элементарному урону элементарный урон это что ну давай почему бы и нет в любом случае сопротивление чему-либо это хорошо твердыня сопротивление физическому урону увеличена берем здесь в основном физический урон а потом уже всякие яды прочая фигня лазеры ну и все получается хрен тебе не дождешься что там с березы ничего тебя придется ее отогреть но не обращай на нее внимание она бессловесное дерево совсем не твою мать почему ты не береза да не уже у меня перчатка есть а у меня есть правая рука ну тут левая какая разница левую тоже можно для этого приспособить так куда мы идем а нам сюда а мы были в этой стороне нет по моему были но если нам сюда то давайте сперва сходим в противоположную сторону похоже внутри цеха установилась критически высокая температура ясно где-то должна быть бойлерная мы не знаю стоит эти вниз или нет там сундук есть мы же сможем подняться да давай проверим такие заросли словно тут лет десять никого не было походу не можем сбой системе гравитационной модуляции или излишняя подача полимерных удобрений рост стал неуправляем избыточен так что такое паштет новое оружие ближнего боя а нормально в принципе мы в любом случае выбрались оттуда ледяная кассета не около рад испытания успешно завершены совместными усилиями команды вавилоса и павлова наших конечно больше выведен новый вид колорадских жуков клин клином вышибают кстати породу такие назвали жук клин новый паразит поедает только вредные растения амброзию циклохену полынь и болиголов с последним личный счет у меня от него у меня собака померла из-за токсичных веществ в организме жука не едят птицы и его появление экосистему не портит вдобавок жук не способен к размножению и умирает за сезон таким образом не нужны никакие пестициды и прочие вредные вещества один паразит жрет другого красота действительно собственная фабрика я бесконечно уважают чешскую мебельную фабрику но у меня есть отличная идея давайте на мощностях вабилона сделаем свою локальную у нас много заключенных набирается в последнее время и не все они компетентны плюс проращивание постоянно утилизируют разные не прошедшие контроль сосны березы и что-то там еще я как завхоз на это смотрю с болью возможно для нас ученых это просто ненужное деревце а я вижу в нем потенциал снабжали бы все предприятие собственной мебелью из уникальных пород отличная же идея плюс каждый набор мебели будет как говорят французы la эксклюзив операция амазонка подготовьте документ подставления в амазоне и намечается кризис из-за промышленного разгильдяйства капиталистов площади лесов выбирают со страшной скорости скоростью товарищ вавилов почему вавилон все им назвал поручил мне собрать комиссию для разрешения проблемы пока предполагаем создание быстро растущих тропических деревьев с более прочной корневой системой самая главная секретность мы обычно любим по всей земле трубить как помогаем слаборазвитым странам но здесь эту катастрофу нужно предотвратить без опломба интересно почему потому что какие-то странные эксперименты проводятся дам очень далеко улетел там подожди 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 валим а мы отсюда начали это просто короткий путь окей спи моя радостью с ним блин увидел да да ёлки-палки увидели короче на и котлы взорвутся или нет что надо делать у меня нет такой информации я здесь впервые будем думать так и когда он поворачивать собирается ой нормально хочу мне не заметил ну и ладно блин более раскаленный руками лучше не трогать надо как-то охладить его изнутри да хорош какие они слабенькие здесь вот это затолкать да и где тут вход в трубу что я сделал а ему в принципе пофиг подожди как убрать эту штуку как мне убрать эту штуку то ёлки-палки я не могу убрать эту штуку странную она сама выпала чё за фигня так вот спускной растров так и что дальше эту фигню до бойлера вручную тащи в смысле а где она блин жестко покатились уху давай вниз потеряли а я даже путь не посмотрел правильно я его веду нет походу это тупик да да хорош но осталось еще партнер да неужели а вон еще смотрите они уже потрёпан и поэтому такие слабенькие а что здесь ладно потом хорошо что этот раз вдруг находится в соседней комнате они где-нибудь рядом с берез тундучок кстати еще можно почитать про название новых растений ну ладно там картофель марсианские или лунная пшеница вы придумаете очень скучные названия но это все мелочи а улетим мы например в другую систему вальдебаран какой-нибудь я не знаю не разбираюсь в этом и вот садим мы там наш великолепный неприхотливый подсолнечник на его планете а он то выходит уже и не подсолнечник потому что солнца то нет но он получается подальдебарановик подумай над этим еще над землянкой подумай потому что марсовика еще куда не шло а вот венере к уже за гранью добра и зла ну так а кто сказал что подсолнечник будет на этом альдебаране вообще расти он скорее всего просто завянет сразу поэтому ничего не знаю вавилов зарубил мой проект мол безрассудно форма превалирует над задержанием сказал а какая идея если мы смогли сделать побеги зачем нам выращивать просто морозостойкие или жаротерпимые растения если мы хотим заселять новые миры может мы и растение создадим там новые а вот смотри я люблю наш русский березовый лес но если я лечу скажем на кубу то я хочу видеть там пальмы и тростник что-то новое не должны на марсе цвести блин яблоки там должны расти опыляющие марсианские ульи и кактусы или ползти стебли и электро проводящего плюща у нас есть возможность и новый невиданный мир создать а мы капусту везем туда бред ну да согласен так про побеги прочитайте внимательно это не шутка вчера я в рамках утилизации органических отходов выбросил секцию разведения побегов несколько цельных туш свиней погибших во время опытов сегодня мы опять просматривали записи чтобы понять куда пропадают вовчики я обнаружил что свиньи перемещались по территории секции и даже пытались выбраться наружу к сожалению к моменту когда я до них добрался туши уже были съедены возможно мы чего-то не знаем о побегах и я настаиваю на тщательном изучении этого инцидента давай теперь в эту сторону до 2 годов болидин я не успел а вот этот смотри здоровенький целехонький да блин он один нет конечно же еще есть да кто это вообще придумал я уж столбался шары по трубам таскать мы занимаемся этим ради того чтобы покинуть комплекс мобилов почему просто не выйти через нормальную дверь сожалению есть только ненормальная ну и счастье то какой ей давай давай подходи на по башке ой да хорош ты чё уворачиваешься а как нам наверх попасть товарищ майор вы уже обнаружили доктора филатову это ту которая помогла предателю петрова убить сотни людей не жива ползает где-то здесь особо обращаю ваше внимание на то что доктор филатова не должна пострадать случае возникновения угрозы ее жизни вы должны обеспечить ей защиту что спасать тварь за которой тут кровище по колено какого хрена предатель петроф использовал филатову в темную она не догадывалась о его истинных намерениях я имею ввиду степень кровожадности этого маньяка-убийцы степень ее вины должен установить суд немного ли чести вполне достаточно доктор филатова известный нейрохирург экстракласса именно ей академик сеченов поручил руководить исследованиями в области сочетания людей и роботов в едином коллективе она не должна пострадать вам все понятно товарищ майор учту окей так здравствуйте мы пришли сохраниться а подожди ничего покупать мы наверное не будем на капсула адреналин подожди я хочу глянуть этот какого нет ни паштет не рисуясь я сделать не могу блин многовато ресурсов надо многовато не получится ничего сделать блин что я сделал я случайно выпил колбу которая восстанавливает энергию ну что я сделал я хотел глянуть как там почитать этот точнее прослушает запись которую мы пропустили а вот здесь вот себе тарием еще бы немного и спаслись нам наверное во временные трудности первая запись идут из двух михалыч я на обед вам что-нибудь захватить не надо мне ничего захватывать я в свое время до берлина дошел и его захватывал и до столовой дайду да не гундите вы я же вам помочь хотел а то опять всю пюрешку разберут вы ворчать будете иди уже я догоню сказал еще и перегоню как скажете грустно как-то заберите колбу с жаростойким полимером здесь очередной завод какой-то ну погнали для чего предназначен термоцех тот производит жаростойкие полимеры но основное направление проводящихся тут исследований введение жаростойкой флоры круто примеры здесь обогащаются эфирными маслами как таций цереруса кактус благодаря этому здесь выводят группы растений адаптированных к высоким температур хотят пустыню почти они планируют озеленить марс а там что у а сундучки это мы любим а как нам попасть сюда а отсюда да хорош да блин я не достаю как так да елки-палки он снижается уже хотя в принципе ладно пойдет мы с вами достали после восстановления температурного режима колбы наполняются автоматически с талеваром ура что вот значит жарко жарко ему к нам на урал приезжай да с талеваром поработай хоть на полставочки не дырит твою качать вот где закаляется человек а вот с цветочками своими сидит жалуется и нет в но в 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 так и куда нам а ну хоть здесь все просто дофиг там сейчас что-нибудь выскочит по-любому по-любому сейчас кто-нибудь нас остановит раз что известно девчонки петров докторе ларисы филатовой я так и сказал так ты в курсе кто такая а чего молчал доктор медицинских наук лариса филатова работает с академиком сеченова много лет талантливый нейрофирург учениц да ладно будет так легко что ли после гибели профессора продолжила его работу на сегодняшний день преступницы и предательница в общих чертах понятно жалко симпатичный так здесь закрыли нам теперь в эту сторону холодная лаборатория и пестицидный цех короче тому мужику мы в итоге не помогли наверно надо было его все-таки убить досадно вышло никто об этом не мечтал мечтали о звездах светлом будущем лежу тут который день только об этом мы думаем нападение роботов случилось давно признаться время я ощущаю слабо но должно быть давно не один день прошел это точно как ты в коридоре оказался меня первым прибило лаборант номер 42 я в обеденный перерыв за кофе пошел лаборант меня вдруг за шею я и хрустнул прямо тут что-то рассказать можешь как все начиналось быстро неожиданно очень травма пойми тебе повезло это сейчас тут мало роботов в первый день все было как жужжащим улья в каждом коридоре кто-то кричал или умирал или все вместе и где же теперь робот да кто его знает разобрались наверное по предприятию вон тут тоннелей сколько кого-то сумели остановить да вырубить а кто-то может тебя поджидает за углом ты так спокоен так хочу я свое уже откричал но психовался и сам в шоке проклятие орал и напуганных видел и умирающих особенно знаешь особенно пугались не те кого роботы крошили а те кто видел как я говорю мертвый ты знаешь почему так потому что это мать твою страшно говорить спокойно почему говорю они не знаю не знаю даже вот ли этому обстоятельства да все равно знаешь мне пора пока давай вот так вот простенько поболтали аккуратно здесь камера так надо вот эту тоже прибить он там разворачивается нет развернуться ой не надо ты меня не видел еще один да это тоже увидел ладно стоять давай давай подходи и вот и закончились твои мучения мне показалось он успел вызвать подмогу так нам бы найти комнату отдыха и наверное мы пока что закончили бы ну давай в эту сторону о отлично почти от генератора магнитного поля ладно надеюсь вам понравилось на этом и заканчиваем вроде неплохо так походили что-то поделали ресурсов у нас о кстати 14 патронов на дробовик неплохо чувствую скоро будет босс хотя возможно он будет после того как мы заберем все четыре колбы откроем проход где береза и там будет арена с боссом скорее всего есть у меня такое предчувствие ладно посмотрим спасибо за просмотр лайки комментарии подписочка все дела с вами был сканн увидимся в следующей серии всем пока пока